Мы озвучили истории детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Когда доктор сказал, что у меня ВИЧ-инфекция, я испугался. Сначала мне казалось, что если не думать о болезни, делать вид, что ее нет, то и проблем как будто нет. Но спустя время я понял, что ВИЧ-инфекция никуда не денется, но бояться ее смысла нет. Нет, мой выбор — принимать терапию и ни в коем случае не останавливаться, потому что я хочу жить. Конечно, до сих пор есть какие-то сомнения и переживания. Я реально парюсь, когда знакомлюсь с девушками. Я понимаю, что мне придется раскрыть свой ВИЧ-статус. Мне хотелось бы научиться быть более открытым, рассказывать о себе, чтобы понимать, готов ли человек быть со мной или нет. А когда я чувствую, что мне нужна поддержка или помощь, я молюсь. А еще моя мама меня поддерживает. Мне кажется, не каждая мама своего родного ребенка так сильно любит, как моя меня. Хотя я ей не родной. О моем диагнозе знают только те, кому это нужно, потому что это мое личное. Мне говорят, что я постоянно улыбаюсь, а я отвечаю — жизнь одна. Мы живем всего 20 тысяч дней, и за это время надо все успеть прожить. Субтитры создавал DimaTorzok